Всем привет! Меня зовут Нинель Баянова, и это моя еженедельная рубрика, в которой буду рассказывать, как сделать свои выходные по-настоящему космическими. Я буду делиться с вами подборкой лучших событий, где вы всей семьей сможете не только отдохнуть, но и узнать чуть больше про космос. Это космическая афиша. Поехали! В прошлом выпуске я рассказывала вам про планетарии России, и в комментариях получила вопрос – а где же Калужский планетарий? Не переживайте! Планетарий Астрономическая обсерватория входит в Государственный музей истории космонавтики имени Константина Эдуардовича Циолковского и заслуживает отдельного выпуска и отдельного путешествия. Тем более, что с 1 по 4 марта впервые там пройдет ежегодная всероссийская конференция «Школа лекторов планетариев-2022». Проект осуществляется совместно с Ассоциацией планетариев России при поддержке Фонда президентских грантов. В течение четырех дней сотрудники планетариев и другие члены астрономического сообщества со всей страны соберутся для профессионального общения. На конференции выступят ведущие ученые-популяризаторы астрономии и учителя физики и астрономии. А школьникам и студентам покажут полнокупольные программы, демонстрируемые в рамках конференции. Я тоже решила поехать в Калугу, чтобы увидеть своими глазами первый в мире и самый крупный в России музей, посвященный космической тематике. Калуга. Здесь жил и работал Константин Эдуардович Циолковский, который проложил дорогу в космос. Именно на Калужской земле родились гениальные труды великого ученого. Они легли в основу советского ракетостроения. Государственный музей истории космонавтики имени Циолковского открыли в 1967 году. Новый комплекс был открыт в прошлом году и кратно увеличил площадь музея. Сейчас его основная экспозиция больше экспозиционной площади главного здания Третьяковской галереи. Неплохо ведь? Знакомство с музеем начинается уже перед входом. На улице. Ракета-носитель «Восток» — одна из самых популярных достопримечательностей Калуги. И главный экспонат — наружная экспозиция. Она представляет собой подлинный дублер ракеты, который в далеком 1961 году был установлен на космодроме Байконур и находился в полной боевой готовности к отлету в случае возникновения нештатных ситуаций. Зайдя внутрь, вы можете просто погулять по музею. Здесь расположены точные копии луноходов и искусственных спутников. Предметы, побывавшие в открытом космосе, например, обгоревшие спускаемые аппараты космических кораблей. Или заказать экскурсию. Их на выбор три. Первая — обзорная экскурсия по музею. Идеально подойдет для первого знакомства с отечественной космонавтикой и ее историей. Вторая экскурсия — ракеты, корабли, люди о неизвестных страницах в истории отечественной космонавтики. И третья — детская экскурсия. Поделена на возрастные группы. Для младших и средних школьников. Называется также «Ракеты, корабли, люди». За это время вам расскажут в доступной форме о жизни на орбитальной станции. А что вы знаете о планетах Солнечной системы? В мультимедийном комплексе «Интерактивная планета» вас ждет виртуальный рассказ о планетах Солнечной системы и их спутниках. С подробной информации о поверхности планет и их составе и структуре, орбитах, температурном режиме, а также о научно-исследовательских аппаратах, которые проводят изучение данных планет. На другом этаже вы попадаете в образовательный центр. Это теория новых знаний в легком формате. Интерактивные уроки, мастер-классы космической тематики на современном оборудовании. Из двух обучающих программ, что здесь представлены, вы узнаете об истории освоения космоса и более подробно о планете Земля. А хотите собрать свою собственную ракету или даже попробовать свои силы в ручной стыковке космического корабля с МКС? В музее возможно и такое. Симулятор дает возможность оказаться на месте настоящих космонавтов и провести маневрирование корабля «Союз» на околоземной орбите. Информация и видео на центральном мониторе симулятора в процессе полета соответствуют тому, что видят космонавты в процессе подготовки и во время полета. Кстати, мне на стыковку понадобилось около трех минут, а вот космонавт Сергей Рыжиков справился за 15 секунд на этом же тренажере. Обязательно загляните в планетарий. Проекционная система из двух частей позволяет увидеть на куполе максимально реалистичное звездное небо. Градация яркости звезд охватывает весь спектр, наблюдаемый в природе, а полнокупольная цифровая система позволяет увидеть пролет сквозь вселенную, изучить поверхность планет и даже стать свидетелем вспышки сверхновой звезды. Изюминка музея – это научно-приключенческий комплекс и 5D-кабины. Программа здесь состоит из двух частей. Первой части вам покажут научно-фантастический фильм, созданный на идеях Циолковского. Вторая часть – это интерактивные аттракционы с системой подвижности, выполненные в виде корабля будущего, совершающего путешествия в космическом пространстве. Кабины оборудованы экраном, системой объемного звука и джойстиками, с помощью которых нужно управлять космическим кораблем, осуществлять стыковку с МКС и стрелять по метеоритам. На этом у меня все. Я желаю вам увлекательных выходных. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, на какой космический ивент хотели бы вы пойти. И помните, космос вокруг нас. Космический аппарат к запуску готов. Продолжение следует...